Когда мы на Венецию, то есть мы ее отмоделировали как-то средневзеномольскую штукатурочку и потом скрыли воском колерованным. Получился очень интересный эффект, прозрачный, как я говорил. Здесь мы по просьбе Саши сделаем еще один фокус, а именно взяли наш волшебный воск, взяли прылынки. Соотношение это 1,5 и добавим сюда немножко золота. Сейчас тоже посмотрим сколько и на ваше усмотрение какое-то количество. Ну не знаю, Аль Саши, сколько здесь? 1,40, мне не надо, 50. Вот у нас получится античное золото, даже не античное, мы ее называем, олимпийское. Светлое-светлое. Получается воск, я говорил, повторю, что это по большому счету как прозрачная Венеция. Это же акрил, как волну, как воск, а это получится как патина, только перламутровая. Олег, еще один вопрос. У нас это есть просто чисто основа, венецианинская штука, грубо говоря, первый слой в средиземноморском исполнении. Есть ли это все, дать еще второй и чуть-чуть заглянцевать? Нет смысла, нет смысла. Вот именно что в этом случае нет. То есть я ее даже называл, можно ее назвать, такое, ну не скажу, что для начинающих, но во всяком случае те, которые хотят освоить Венецию, да, им еще там с полировкой, вот с наложением сложно, то вот этот вариант с воском, это наверно будет, ну, такая находка. То есть вот на второй слой, делая такие патинки, да, они могут себя очень уверенно чувствовать. Ну, во-первых, он уже не прихватывается, как венец этот. То есть вот они вот такой же техникой, как и венецианинская. Но за счет того, опять повторю, да, что воск полупрозрачный, у нас видно, да, и подложка такого цвета, да, у нас видны все тот рисунок, который мы сделали венецианкой. То есть это вроде как-нибудь такая, как Марсель. И мы можем отыгрываться уже на этом воск, вот на базе этой мы можем там добавить даже цвет сюда. Я, может быть, чуть-чуть имел чуть-чуть другого. Вот у нас, допустим, чисто классическая вот эта вот венецианинская. Вот сверху нее вот это золото. Нет, это другая, другой воск идет. Саша, вот видишь, мы друг друга, значит, не помню. Ну, давай тогда сейчас поговорим. Смотри, о чем я, ну, в самом начале говорил. Мы запускаем, вот к примеру, вот сюда. Да. Даем вот это вот золото, ну, вот эту вот патину с вот этим золотом туда, а потом поверх... Серый. Серый. Вот можно, вот тогда, вот как ты говоришь, там можно. У нас это воск, я вот не могу его... Ну, я понял, он где-то в теории, в принципе. Да, можно. Вот когда ты положил первый слой, потом накрыл, полирнул, и хочешь добавить золото, тогда да, тогда ты делаешь воск, уже для Венеции, цера, вот как ты называешь, добавляешь красный, ну, тоже можешь там, тоже пролынки, тут же золото, понял? Только в тот водорастворимый воск, который для Венеции. В ту церу, которая там, в Испании у тебя, которая на скипидаре, там только пудра пойдет у тебя. Только пудра. Потому что ты же пробовал, добавляя декоративки, оно получается, ну, представь, скипидар и вода, но оно сворачивается, и эффект у тебя... Значит, по мере того, как у нас поверхность будет забирать влагу, да, вот, мы можем еще чуть-чуть где-то добавить, да, вот, где-то там рисунок нам особо... Чтобы там где-то может убрать, вот. И потом, вот оно на полуподсыхание, да, мы также его можем полировать, как это мы делаем с Венецией. Один в один, то есть он себя ведет точно так же. Он не будет там прихватываться, не будет там подрывать, ничего этого, никаких, засады такой не будет. Вот сейчас она немножко прихватится, и я ее полирну. Так, подожди, еще один момент. Вот на вот эту венецианку. Да. Я, к примеру, пускаю вот это. Да. И сверху, Сэма... А-а-а, сверху, да, можно. Вот. Можно еще, точно, точно. Вот Саша говорит, что можно совместить, если мы не можем, вернее, в тот ВОЗ, который у нас на скипидаре добавить, да, декоративную краску на водной основе, то мы можем сделать, как такое, перехитрить. Мы можем сделать авторскую лазурь с перлынкой, с золотом, а потом сверху просто скрыть воском, который на скипидаре. Можем, да. То есть высыхает оно все сверху? Да, 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 не вопрос, не вопрос, да, так, 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 можно. Оно дает тогда вот этот вот золотистый перелинок. Точно, 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 точно. Все вот эти вот раковины, оно остается? Да, точно можно. Это, ну, так сказать, в наших руках. Сейчас оно немножко прихватится. У нас еще материал, хотя... Можно его чуть вкалернуть, чтобы вы просто увидели разницу. Давайте я сейчас... Ну, еще свеженько. То есть идея в чем? Если бы оно, ну, прихватиться, и я, например, добавлю еще сюда золото. И потом еще раз к нему подойду. Может быть, чуть позже, да, Олег? Давай сейчас делаем паузу. Говорю, немного поснимаю тебе для истории. Ну и, может быть, кому-то будет это тоже пригодиться. Сейчас мы с Александром. Это наш гость с жаркой, знойной Испании. Сейчас, говорит Саша, у них там весна, да? Начинается. И мы сейчас с Сашей осваиваем византийскую штукатурочку. Чтобы понимали, с чего она состояла. Мы сделали модельную массу, ее отмоделировали. А сейчас Саша скрывает ее воском. Воском для структурных и рельефных штукатурок. Вот такой из завода Ирком воск. То, что наши авторские лазури. Вот он, это будет оригинал. То есть он меня вдохновил сделать, или вдохновляет до сих пор делать авторские лазури. Их улучшать. И они тоже улучшили формулу. Он сейчас у них новый, мне очень нравится. Поэтому рекомендую, ребята, попробуйте. Ну и вот Саша может сказать, он работал с нашими авторскими лазурями у себя в Испании. А сейчас он почти остыло поработать оригинальным воском. Ну и какие впечатления, Саша? Впечатления хорошие и от авторской лазурь. И от авторской тоже. Это я уже тут снимаю. Вот то, что мы уже попробовал, Олег нам подсушил уже. То есть мы здесь тоже нанесли тем же материалом, только мы лазурьку сделали там лиловую. Когда он еще мокрый, то мы видим, что закрывает он еще фактурку. Но потом, когда высыхает, он также, как наша авторская лазурь, дает усадочку, да, и выделяется вот фактурка. Все это дело будет выглядеть еще более насыщенно. Ну а по фактуре мы еще вернемся, вам покажем, как это мы делали. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, дали буду. Так, что мы еще решили? Решили, мы сделали, да, Саша тут сделал еще образец, теперь ты, твоя, ты будешь. Это твой образец, буду же, так сказать, от начала и до конца. Олег, можешь комментировать, я поделюсь. Да что же я буду комментировать, Сашу надо, чтобы комментировал. Ну хорошо. Вот на шпателе у нас смешано воск, перлына и античная бронза. Примерно соотношение античной бронзы и перлына один к одному. А, бронза капелька, она же сильная, коричневая. Буквально один, наверное, тридцати. Один вообще, ну да, там со шприца. Ну неважно, в общем, меньше намного, чем перлыны. Ну и воск, как обычно мы красим. Ну вот, ощущение Саши, первооткрыватель у себя там будет, на родине. Сейчас он тут научится и все будет хорошо. Но лучше, вот если Саша будет кисточкой распределять это все вертикально, как был рисунок, тогда будет красивее в итоге. Ну я так думаю. Значит так и сделаем. Ну хорошо. Ну это так, может быть, как по книжке. Может, я не знаю, какой-то эффект там получится, если так, боковыми что-то, но... Можете пробовать, как получится у вас. В общем, задача перекрыть. Просто, да. Круговыми движениями ни одного. Ну это если бы был Марсель, вот тут как тут рисунок, тогда, может, был бы толк с круговых движений. Так как тут вертикально мы наносили шпателем, то тогда и... Ну и в итоге покрываем всю поверхность. Покрыли, 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 покрыли. И все. И потом... Погралось во шпательком. А где шпателечек? То есть, с этого сняли, и этим шпательком побегали по нему, по образцу. Ну все. Этим, этим, этим. Так, продолжится? Да можно, я так думаю, да. Вот так, да. А ну попробовать, если поперек. Поперек. Какое ощущение? Снимает больше. О, то есть эффект такой, что вот Саша говорит, и снимает больше. Если лезвие идет, лезвие шпателя идет, ну, как бы по рисунку. Это поперек рисунка идет. Вот если ты вот так делаешь. А так по направлению к рисунку. То вот Саша говорит, что так снимает больше. Материала. А вот так меньше. Но так могут появляться. Вот такие лучики. Если лезвие идет поперек рисунка. А если так вдоль рисунка лезвия, то тогда получается. Я так неудобно. Держи. Ну, я так ближе. Мне так... Только Олег еще может добавить пару слов. Олег добавь пару слов. Олег. Олег, добавь пару слов. Я уже вроде бы... Ну, вот прокомментирую к Сашу. Ну, хорошо. Мы заметили, что вот, да, действительно, вот когда лезвие идет, ну, по рисунку. Вот так, если лезвие. И рисунок у нас такой, то тогда оголяются больше... Ну, знаешь, что я заметил? Что нужно все-таки было сначала здесь сделать патины. Видишь, получается, подложка. Я не знаю, высохнет она и не высохнет. То есть просматривается где-то подложка в темных местах. То это так. Может быть. Ну, попробую, знаешь, что. Сейчас я его так закидаю. Может вот так его, когда закидаем, уже там не будет не так сильно. Да, уже не будет видно. Или, может быть, сделаю сейчас еще воском. То есть вроде как это будет, понял? Как подложка. Видишь, Саша, что получается? От кисточки. В общем, я думаю, сейчас мы сделаем еще один... Ну, воск мы еще сделаем. И сделаем это не кисточкой, а сделаем это шпателем. И тогда оно перекроется, понял? Вот так. Я, кстати, покажу вам, какое количество... Вот смотрите, какое соотношение перлынки краски декоративной и к воску волшебной горку маску. То есть один к двум. То есть один к двум. Для один к трём. Ну, какое ты шо? Это... Саша, вот ты как. Один к четырём, один к трём. Вот, да. И я тоже так что. Один к пяти все. Вот, да. Не меньше. Один к пяти, не больше почти. Ну, да. Перлыны тоже. Не надо слишком много. Перлына толковая. Олимпийская. Да. А где у нас медь? А медь у нас... Медь или доллар. Нет. Давай медь. Медь. Мы уже сделаем ее. Антик бронзе. Держите вам шприц. Антик бронзе. Еще? Это хорошо. Олег любит так, чтобы при обоеву... Ну, вот как... Если б человек заглядывал на мастер-класс. Ну, вот если бы на мастер-класс. Ну, неужели бы он вот так вот? Да вот, конечно, вот он вот хочет вот там побывать. Вот во всей этой бане-то говорить. Ой, ой, ой. Олег, Олег. А мне нравится. А мне нравится. Может еще кто-то такой сумасшедший. Да. Вот это... Так что, ребята. Кабриэлли. Кабриэлли. Большое такое дело. Не, серьезно. Когда видео бывает смотришь, часто издалека не видно, вот что там, вот как, ну что там, ну что там, ну, с капелькой, ну как. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Так. Да, вот тут получается вот авторская... Авторская... Перламутровая... Патина, наверное. Патина-то, эти краски? Ну, понятно, что это да. Назвать, ну, перламутровая патина. Перламутровая. Да, декоративная патина. Да. Только с перламутровыми красками. Вот. И опять-таки, можем вскрывать это все уже. Ну, видите, мы делали это все на базе перлынки. То есть, остальными там декоративными красками мы пользуемся очень осторожно. Той же медью, той же золотом. Вот. Можете даже взять на вооружение, что вот такое же количество... Ну, практически это такое, ну, золотое сечение, да, золотое правило. Вот. Вот. Воска с перлы на 1,4, 1,5. И вот такое там... Количество вот остальных. Там золото, меди, серебра вы можете добавлять. Вот. Можно еще и колеровать, да, эти перламутровые патины. Что же. Так. Вот у нас получалась, да, такая вроде как стиральная доска. Вот мы ее можем убрать тем же. Тоже лазурькой. Вот. Еще повторю, что лазурька у нас на основе воска, поэтому... Вот. Она даст усадку. Проявится у нас рисунок. Немножко. Даже самой, даже патинкой, да, если где-то мне не очень нравится рисунок, я могу его еще добавить. Да, можно вкратце показать даже вот то, что у нас, она уже начинает подсыхать. Может быть, в разных ракурсах тоже показать. Ты так любишь все вот это? Так как же, где тут снег? Ну как, вот. Вот ракурс главный. Золото видно. Хорошо, хорошо, да. Вот ты можешь показать, как она смоется, вишь, в этом освещении. Ну вот, все прекрасно. Зоветно. Да, что освещение. И пошли, где-то, 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 где-то. Ну что, это же то, что мы делались. Лиловый потом добавили. Перламутра тоже. Ну я билом уже не так близкого. Вот как постоянно, хорошо. Убираю, убираю, но хорошо, да. Чем дальше, чем дальше. Ладно, там, там, там. Как pretty. mal на этой цепи? Ну в комментарии с ней 해도 дурно перри столицы или лодан. Я хочу сказать, что это все. М Субтитры подогнал «Симон»